Мечети в Мангастаусской области Бекетата, Шопаната, Шакпахата, Хараманата и Султан-Эпе внесены в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам специалистов, это длительный процесс, требующий особого изучения. Напомню, включить плато Устюрт и подземные мечети в список всемирного наследия поручил президент Касамжмар Тукаев на третьем заседании национального Курултая. Известный краевед Алкажан Едельхан о плато Устюрт знает немало. По его словам, суровая местность стоит многовековую историю. Через плато проходил Великий Шелковый путь. В разные времена он носил названия Хлопковая, Ногайская и даже Чугунная дорога. Караваны везли ценные товары и соединяли Среднюю Азию с Европой. Исследователь рассказывает, к примеру, пески сам хранят зимовки даже первобытных людей. А развалины караван-сараев до сих пор дают ученым новую информацию. Когда наш президент говорит, что надо взяться, надо изучить, надо представить ЮНЕСКО, это мы приветствуем. А то, что эти памятники достойны ЮНЕСКО, это даже беглый взгляд на этих памятников. Оно говорит о том, что они достойны. Например, подземные мечеты. На западе Казахстана больше двух десятков подземных мечетей. Они построены в разные периоды и отличаются друг от друга. На плато Устюрт находится подземная мечеть Беке-Тата. Уже 12 лет Жадара Аксинбай изучает Мангыстау. Она не раз проводила экскурсии в эту местность. Вокруг саксаул, листья, вот это вот чинки, вот эти белоснежные останцевые породы, горы, вот это вот там саланчак, все это вообще неизгладимое впечатление производит на человека, который впервые побывал здесь, в подземном скрепе мечети захоронения Беке-Тата Амазагулулы. Одним из чудом нашего суфия пира является его архары. Считается очень хорошим знаком, добрым знаком, если на пути паломчества человек видит их, встречается с ними. По словам специалистов, работа по включению культурно-исторических мест в список всемирного наследия продолжается уже несколько лет. Она началась в рамках программы «Рухани Жангару». С 2012 года работы ведутся под руководством известного ученого Дмитрия Ваякина. В список первичного учета в Мангистал вошло и в городище Козелкала. Для включения исторических памятников в список всемирного наследия есть определенные правила. Министерство культуры и информации готовит соответствующие документы и направляет их в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже. В случае одобрения в Мангисталской области будут проведены комплексные исследовательские работы с участием иностранных специалистов. Одно из важных требований – места должны сохраняться в первозданном виде. Для этого сейчас в районах сотрудники историко-культурного заповедника проводят семинары, популяризируя сохранность и аутентичность памятников. Важно и то, чтобы рядом с ними отсутствовали объекты незаконного строительства.